Продвигаемся дальше по нашему графику. Передаем слово Милане Юрьевне Илюшиной, представляющей научно-исследовательский университет Высшая школа экономики Санкт-Петербург. Доклад Миланы Юрьевны озаглавлен так. Султан в неполных 30 лет. Карьера мамлюкского эмира Консуха. Вторая половина 15 века. Милана Юрьевна, трибуна в вашем распоряжении. Большое спасибо, коллеги. Я бы хотела поделиться презентацией, если возможно. А демонстрация экрана запущена, да? Сначала. Надеюсь, все видно и меня слышно. Спасибо. Коллеги, мой доклад о возрасте и длительности правления султанов. Поэтому я вынуждена просить вас отвлечься от очень серьезных сюжетов, связанных с духовностью, религией, и перенестись в гущу политической борьбы, которая развернулась при мамлюках в Египте в 15 веке. Хорошо известно, что в бурджитский или черкесский, как его иногда называют, период, истории султаната мамлюков, трон не передавался по наследству. Султаном становился наиболее влиятельный и могущественный мир по решению представителей мамлюкских фракций. Ну, а влияние и могущество добывалось разными способами. Немаловажную роль играли связи с семьей или в более широком смысле с домом султана. Уменно родство с семьей султана определило головокружительный успех карьеры мамлюкского эмира Консуха. Вот его имя, я надеюсь, вы видите на слайде. Он приходился... Ой, простите. Он приходился братом наложницы Ашрафа Кайтбея и, соответственно, дяде и сыну Кайтбея, Насиру Мухаммаду, который правил после смерти Кайтбея в течение приблизительно двух лет. В качестве раба Консуха доставили в Египет в 1492 и в 1493 году. А через шесть лет он уже занял трон в государстве мамлюков, одной из самых крупных держав мусульманского мира. Что же он делал в течение этих шести лет? Обучался в казармах Кайтбея, как и другие молодые рабы. Довольно быстро вошел в число коммердинеров султана. В 1496 году, разумеется, не без влияния своей сестры, был назначен казначеем. В следующем году получил звание мира сорока и стал директором кладовой напитков и десертов. А в 1497 году добился от своего племянника назначения сразу на три должности, позволявшие контролировать финансы султана и мамлюков султана. Это должности Даводара, Устадара и Вазира. Консух пришел к власти, когда ему было около 30 лет. Он был самым молодым из всех бурджитских правителей, которые получили трон не по наследству, а по решению эмиров. В 2001 году немецкий следователь Альбрехт Фуэс в одной из своих работ вскользь отметил, что мамлюкские султаны бурджитского периода приходили к власти, как правило, в довольно преклонном возрасте, поскольку для того, чтобы пройти по всем ступеням военный карьер, приобрести достаточное влияние, капитал, значительное количество собственных мамлюков. Им требовалось время. Замечание представляется вполне логичным, однако не подтверждается фактами. Давайте посмотрим, сколько лет было мамлюкским султанам, когда они получали трон. Чуть старше Азахира Консуха был султан Азахир Татар. В возрасте около 40 лет пришли к власти султана Азахира Барку, Кальма Айед Шейх, Аляшраф Джанбулат, Алядель Туманбей, Аляшраф Туманбей. В 45 при вступлении на трон было Аляшраф Барсбейли. От 50 до 55 Азахиру Тамур Буги, Аляшрафу Кайбаю, Аляшрафу Консуху Хамсуме. И только 5 из 16 бурджитских султанов, получивших трон не по праву наследования, а по решению эмиров, пришли к власти в возрасте 60 лет и старше. Их имена вы видите в нижней части слайда. И все-таки замечание Фуэса действительно очень логично. Играл ли возраст и длительность карьеры какую-то роль в политическом успехе мамлюкских султанов? Ведь для того, чтобы заработать влияние в армейской среде, политический авторитет, нужно время. Может быть, молодым султанам было труднее удержать власть? Азахир Консуха, которым речь шла выше, оставался на троне около двух лет, а затем был свергнут и отправлен в заключение в александрийской цитадель. Может быть, такая незавидная участь ждала всех молодых султанов? Ну, попробуем сравнить возраст и длительность карьеры тех бурджитских правителей, которые благополучно оставались султанами до конца своих дней, умерли от болезни или старости. Они здесь на слайде помечены зелененьким цветом их имена. И тех, кто был казнен или лишен трона, они помечены розовым цветом. Мы исключим из сравнения аля Ашрафа Консуха Альгури и аля Ашрафа Туманбей, которые погибли в ходе османского завоевания. Еще меньше, чем уже известный нам азахир Консух, всего несколько месяцев продержались на троне сорокалетние Аль Ашраф Джанбулат и аля Адиль Туманбей. Аль Ашраф в концу Хамсумия и азахир Тамурбуга, которым было за 50, и пришедшие к власти на восьмом десятке Азахир Ялбай, тоже правили всего несколько месяцев. В то же время сорокалетние, как Аля Ашраф Джанбулат и аля Адиль Туманбей, Баркук и Барсбай благополучно правили по 16 лет. Ровесник Тамурбуги Каидбай оставался на троне в течение почти 29 лет, а Инал, которому так же, как и Ялбаю, было за 70 в течение 8 лет. Итак, приходится признать, что ни зрелый возраст, ни длительная и поступательная карьера не гарантировали мамлюкским эмирам политического успеха и стабильного правления в течение многих лет. Хотя, без сомнения, были в числе тех факторов, которые могли способствовать этому успеху. Таким образом, замечание Фуэса о том, что большинство мамлюкских султанов достигло трона в преклонном возрасте, и это, в свою очередь, стало одной из причин крушения власти мамлюков, поскольку они, я цитирую, «подобно советскому политбюро, перед падением железного занавеса не имели ни сил, ни энергии, чтобы осуществлять серьезные реформы». Итак, это замечание не соответствует действительности. Тем не менее, несомненная заслуга нашего немецкого коллеги состоит в том, что он обратил внимание на вопрос о возрасте султана, что подводит к нас к более широкой теме фактору времени в политической карьере мамлюкских эмиров. С начала правления бурджитов и до конца XV века наиболее вероятными кандидатами на престол были эмиры, занимавшие пост Атабека, то есть главного эмира или командира армии. Здесь я, с вашего позволения, пропущу несколько слайдов, на которых я пыталась показать в соответствии времени пребывания на посту Атабека и времени правления султанов, поскольку не может же человек, делающий доклад о времени, выходить за временные рамки, установленные программой. И обращу ваше внимание на события, которые непосредственно предшествовали приходу к власти самого молодого из избранных бурджитских султанов, уже знакомого нам Азахер-Консуха. Длительное правление Каидбая, его имя вы видите здесь на таком желтом фоне, и не менее длительное пребывание на посту Атабека, его верного соратника Азбека, он выше, вот в розовом, обозначено время его правления, завершилось тяжелым политическим кризисом, одна из причин которого связана, на мой взгляд, с фактором времени. Дело в том, что путь к власти в султанате мамлюков шел через борьбу фракций. Каждая такая фракция представляла собой группу эмиров, которые принадлежали ранее одному из мамлюкских султанов. Ну, например, эмиры Баркука, формировали фракцию Захеритов, эмиры Барсбаев, фракцию Ашрафитов, ну и так далее. После смерти султана, в течение переходного периода, когда формально у власти находился его наследник, фракции объединялись в коалиции. И именно тот эмир, которому удавалось составить наиболее крупную коалицию, становился следующим султаном. А эмиры, поддержавшие победителей, ожидали, что новый правитель будет защищать их интересы. Но за долгие годы правления Каидбая в султанате практически не осталось хоть сколько-нибудь весомых в политическом отношении фракции других султанов. За те почти 30 лет, что Каидбай был у власти, большая часть таких эмиров просто прекратила существование физически. Они состарились, кто-то погиб в бою, кто-то окончил свои дни в ссылке. А те, кто остался, не могли составлять конкуренцию молодым и энергичным эмирам, делавшим карьеру при поддержке султана. Поэтому борьба началась между мамлюками самого Каидбея, то есть внутри одной фракции. И каждый сколько-нибудь амбициозный эмир рассматривал себя как лидера и не планировал поддерживать кого-то другого из своей собственной фракции. В таких условиях формирование коалиций было крайне затруднено. Привычные механизмы создания альянсов перестали работать. Механизм нединастийного престола наследия, если хотите, заржавел. Ни одному из претендентов не удалось сформировать достаточно сильный блок, чтобы удержаться у власти. И фактически кризис завершился только после того, как наиболее активные и амбициозные претенденты уничтожили друг друга в кровопролитной борьбе. В ходе этого затяжного политического кризиса произошли два взаимосвязанных события, которые возвращают нас к судьбе мира консуха, упомянутого в самом начале этого доклада, и к вопросу о возрасте претендентов на престол. Итак, на протяжении почти всего феноменально длительного правления Кейдбая рядом с ним находился его соратник и ровесник Атабек Азбек. Незадолго до смерти Кейдбая Азбек был вынужден покинуть Каир. Вы, может быть, видите, розовая полоса прерывается еще небольшой полоской более пенсивного розового цвета. Почему он должен был уехать из Каира? Против своей воли Азбек был втянут в интриги своего зятя, рвавшегося к трону. А при сыне Кейдбе, султане Аннасире Мухаммаде, Азбек вернулся в столицу и снова был назначен Атабеком. Когда Аннасир Мухаммад был убит, Азбек оставался на этой позиции, позиции Атабека, и занимал таким образом преимущественное положение по отношению к другим претендентам на престол. Авторитет Азбека был столь велик, что ему даже не пришлось предпринимать никаких усилий, чтобы привлечь на свою сторону эмиров. На совете они сами попросили его за Виктору. Но Азбек категорически отказался. Источники не сообщают о причинах этого решения. Но, возможно, одной из них был именно возраст Атабека. Ему уже исполнилось 85. Может быть, он осознавал, что у него немного шансов удержаться на троне и не хотел пасть жертвой жестокого и коварного убийства, а он знал, что его седины не остановят молодых мамлюков. Ведь совсем недавно его ровеснику и предшественнику на посту Атабека при муразу больному старику, едва вставшему с постели, мамлюки отрубили голову без суда и следствия прямо на улице. А может быть, Азбек еще, что несколько дней, месяцев или даже лет на троне, в разоренной стране, охваченной смутами, не прибавит ему ни достоинства, ни славы, которые он уже заслужил своими военными победами и увековечил в величественной мечети и прекрасных садах Азбеки и Каири. Азбек отказался. И с уходом Азбека осталось в прошлом былое могущество военных командиров Атабеков в отсутствие других кандидатов, которые могли бы сравниться с Азбеком своим послуженным списком, богатством, авторитетом в армейской среде. И мир отдали трон ближайшему родственнику, погибшего Анна-Сермухама, да его дяде Камсуху, который за время правления своего племянника сумел сосредоточить в своих руках управление ключевыми ведомствами в государстве. Он контролировал издание приказов, переписку, снабжение мамлюков султана, личную собственность султана. То есть фактически мы имеем дело со сменой модели перехода власти, когда первым претендентом на трон становится не военный командир, а финансист и администратор, что в свою очередь не могло не повлиять на систему ценностей самих мамлюков, главная функция которых на протяжении более чем 200 лет состояла в том, чтобы защищать мусульманское население Сирии и Египта. Кроме того, смена модели перехода власти была связана с серьезной реконфигурацией мамлюкской элиты и с не менее серьезными сдвигами в системе властных отношений, поскольку мамлюки стали брать в свои руки несвойственные им функции, те функции, которые ранее выполняла гражданская элита государства. Так, завершение чрезвычайно длительной эпохи Каидбая, самого прославленного из бурджитских султанов и достигшего самого преклонного возраста из всех, кто побывал на мамлюкском троне в этот период, привело к парадоксу. На первый план выступила обратная сторона влияния и могущества заработанных за долгие годы безупречной службы соратниками Каидбея. И это обратная сторона преклонной годы или попросту старость. Когда у тронов стали 85-летний герой и энергичный карьерист со связями, которому не исполнилось и 30 лет, первый предпочел с достоинством удавиться. И двурогая челма султана досталась второму. Именно преклонный возраст Азбека, который по всем другим параметрам превосходил других кандидатов, позволил молодому консуху одержать победу. Итак, мы вернулись к вопросу о возрасте султанов и претендентов на престол. Попробую подвести итоги. Приход к власти эмиров преклонного возраста, которые сравнительно долго служили отабеками, может быть рассмотрен как признак стабильности политической системы и устойчивости нединастийной модели перехода власти. А вот правление более молодых султанов, которые добирались до последней ступени в карьере эмира незадолго до своего вступления на престол, было более характерным для периода становления системы престола наследия или ее кризиса. Ну, основной смысл моего сообщения пожалуй сводится к тому, что когда мы говорим об истории, особенно о политической истории, возраст политического деятеля, длительность его политической карьеры или пребывания на том или ином посту не являются сами по себе гарантией того или иного исхода событий, но при определенных обстоятельствах могут сыграть решающую роль в вопросе о власти, привести к заметным сдвигам в политической системе или даже к трансформации политического режима в целом. Иными словами, фактор времени не имеет стабильного значения в истории политики, но, тем не менее, игнорировать его, вероятно, не стоит. Благодарю за внимание, коллеги. У меня все. Спасибо, Милана Юрьевна. Действительно, тема чрезвычайно интересная, я бы сказал, ставящая под новым углом представление о смене мамлюзки султанов, что само по себе очень и очень существенно. Коллеги, какие будут вопросы, комментарии или соображения по поводу этого доклада. Пожалуйста. Владимир Ильич, разрешите. Прошу, Валерий Ильич. Милана Юрьевна, спасибо вам за ваш очень интересный доклад. Действительно, вы под весьма необычным углом посмотрели на такой довольно интересный вопрос, как смена власти мамлюксом султанате. Вопрос у меня следующего плана. Каковы, на ваш взгляд, какие, каковы были приоритеты, во-первых, в подготовке мамлюкских ратников и, скажем так, какие добродетели в наибольшей степени ценились мамлюкском обществе второй половины 15 века. То есть, чем, на чем держался авторитет того или иного претендента. Спасибо. Большое спасибо за очень интересный и чрезвычайно важный вопрос, который, насколько я себе представляю, возвращает нас к проблеме системы ценностей в мамлюкской среде. Да, ведь так? Ну, здесь, наверное, я бы разделила вопрос о том, что воспитывали в мамлюкских ратниках и вопрос о том, какими качествами должен был обладать претендент на престол. Ну, о том, какие качества воспитывали в молодых мамлюкских войнах, писали авторы очень известных источников этого периода, в первую очередь Альмакризи, также Ивенхаджир, Алиаскалани, Ивна Тагриберди и другие авторы. Ну, и, в общем, это, наверное, не требует длительных комментариев, воспитывали военную доблесть, военные навыки, все, что должно, все те навыки, которыми должен был обладать знаток Фурусии, то есть мамлюкского военного искусства, ну, и, разумеется, религиозные добродетели, нравственные качества, также преданность своему хозяину, султану или эмиру. Интенсивность воспитания этих качеств изменялась на протяжении всей мамлюкской истории, и уже с начала XV века хронисты обращают внимание на то, что воспитанию добродетелей, как, собственно, и качеств воина, уделяется уже не то внимание, что прежде, что все становится хуже, хуже, и так далее. Султаны предпринимали попытки возродить традиционное искусство военное, мамлюкское, вводили снова соревнования, но все эти попытки носили парадические характеры, были связаны наверное с обострением внешнеполитической обстановки, не приводили к серьезным изменениям в мамлюкской среде. А что касается тех качеств, которыми должен был обладать претендент на престол, то это уже совсем другой вопрос. Здесь наверное я бы вернулась к той формулировке, которую уже озвучила в ходе своего доклада, это могущество и влияние, разумеется, авторитет среди воинов и эмиров, и этому должно было способствовать и большое количество собственных мамлюков, и достойный послужной список, и количество денег, которыми обладал тот или иной претендент, потому что лояльность покупалась, скажем так, и в мамлюкские времена очень активно. Но были и другие характеристики. Как я уже отметила, претендент на престол чаще всего занимал пост Атабека, то есть главного командира армии, и у Атабека было больше всего шансов. Кроме того, играли свою роль и связи с домом или семьей султана. То есть хорошо было бы быть женатым на дочери, вдове, сестре или на худой конец наложницы кого-либо из предшествующих султанов. Вот, наверное, если коротко, то так. Я не знаю, ответила ли я на ваш вопрос. Спасибо большое. Я получил исчерпывающий ответ на свой вопрос. Спасибо. Спасибо. Позвольте мне тоже задать один маленький вопросик. У нас с Миланой Юрьевной пересекаются зоны исследований, мы на эту тему часто общаемся, но вот сейчас я из доклада услышал, как мне показалось, важный момент, но мне бы хотелось его уточнить. Милана Юрьевна, ну вот о добродетелях человеческих вы нам исчерпывающим образом сказали. Но поскольку у нас все-таки конференция научная, а вот какие-то интеллектуальные добродетели ценились ли, я имею в виду, какие предметы все-таки составляли квинтэссенцию образования мамлюков в наш период. Я сразу хочу оговориться, что мой вопрос спровоцирован вот такой темой, как борьба за власть, потому что нам представляется, что мамлюки это такие мясники с холодным оружием, которым ничего не стоит убить друг друга. Но это замечательно все выглядит, но, коллеги, представьте себе, что если бы это действительно было так, ну сколько бы лет, я уже не говорю о десятилетии, мамлюки бы были у власти, а мы говорим о веках. Так что был такой важный момент, на мой взгляд, когда интеллектуальная жизнь мамлюков, особенно в ранний период, подпитывалась таким важным предметом, изучение которого составляло едва ли не львиную долю всего образовательного процесса, как шариат. Вот, Налана Юрьевна, могли бы прокомментировать этот момент? Спасибо, Евгений Ильич, это действительно чрезвычайно важный вопрос в истории всего султаната мамлюков, это взаимоотношения мамлюков и шариата. Традиционное образование мамлюковского воина предусматривало обучение фикху, то есть мусульманскому праву, равно как и основам мусульманской религии в течение нескольких лет, причем это были первые годы пребывания мамлюков в школе-казарме и первой ступенью его образования, основой, базой этого образования и только по достижении совершеннолетия мамлюк приступал к изучению уже собственно военных дисциплин. Поэтому да, такое развитие было важным и рассматривалось мамлюкскими султанами как необходимая часть подготовки воинов, поскольку это было связано с самим вопросом о легитимности правления мамлюкских султанов, ведь их власть зиждилась на том, что они являются защитниками мусульман, что они являются воинами джихада, Евгений если переходить уже к теме вашего доклада. И поэтому воспитание в них качеств и которые были необходимы таким воинам джихада, причем речь идет не только о военных навыках и физическом развитии, но именно о духовном развитии, приверженности принципам, важнейшим принципам ислама. Да, я считаю это было чрезвычайно важным Евгений важной часть подготовки мамлюков. Другое дело, что не всегда ей уделялось достаточно внимания. Например, при сыне Баркука часто в султанат привозили уже взрослых рабов, которых особенно и не учили шариату, фикху, идеям джихада, а обучали каким-то элементарным правилам молитвы, соблюдения поста и прочее отправляли на войну, тем более, что шла война с Тимуром в том числе. Но такая ситуация складывалась не всегда. Спасибо за ваш вопрос. Не знаю, ответила ли я. Евгений Ильич, вы удовлетворены ответом? Да-да-да, я полностью удовлетворен. Более того, вот этот уровень правовой культуры, коллеги, чем больше я занимаюсь периодом бурджетов, тем больше, поверьте мне, я чувствую вот этот особый флер такой правовой, который, казалось бы, безоглядно рвущиеся к власти мамлюки, они не могли переступить, как теперь принято говорить, красные черты, которые рисовались им в рамках шариатской традиции. То есть, можно быть плохим, но нельзя быть антиисламски плохим, понимаете? И в этом смысле особый ритм жизни бурджетов, вот он вызывает у меня некую такую, действует на меня как магический, потому что это действительно необычный период этой лаборатории, и я с удовольствием вот сейчас об этом расскажу. Поистине чрезвычайно интересная тематика. Вспоминаются разработки нашего коллеги Назаритяна, когда он обсуждал вопрос морально-этического прогресса человечества и видел его в том, что постоянное совершенствование орудия убийства не облекалось в катастрофы, соответствующие возможностям этого вида орудий. Стало быть, какой-то морально-этический прогресс все-таки существовал, да, действительно. Большое спасибо. Еще есть вопросы к Милане Юрьевне, коллеги? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok